здравствуйте информационное агентство турнас я это на ли вам снова в эфире с новостями культуры и туризма собственно как и все я тоже сижу дома или на этот раз блок новостей у нас выходит из студии которая организована у нас и так перейдем к новостям на сайт музея ковра можно зайти для виртуального тура практически можно пройтись по всем залам вы также можете выбрать любой ковер рассмотреть его подробно также в фейсбуке на страничке музея можно посмотреть видео в которых рассказывается о коврах о новом формате работы музеев мы поговорим с директором музея ковра ширин милик который нам подробно расскажет как где что можно посмотреть что можно узнать нового коврах азербайджанских ну и естественно смотрите планируйте выбирайте возможно в ближайшем будущем уже приезжая в азербайджан вы вставите музей ковра в одно из мест куда вы хотели бы пойти здравствуйте ширин хану здравствуйте атехана если определенный график выхода в эфир видео о коврах и какие проекты вы сегодня осуществляете должна сказать что у нас очень интересная программа вы можете зайти просто посмотреть страничку нашего фейсбука во первых мы выходим пять раз в неделю то есть с понедельника по пятницу и каждый день у нас определенная программа которую мы при готовим по понедельникам у нас квизы очень интересная страничка у нас на instagram stories вы можете зайти тоже посмотреть интересно преподносим всякие загадки головоломки про нашу коллекцию во вторник у нас день электронной библиотеки дело в том что за последние годы музей ковра издал большое количество книг опять же это очень большой труд это материал который мы тоже готовим на трех языках мы всегда привлекаем к этой работе лучших специалистов в своей области и за последние годы было издано много интересных изданий и сейчас мы стали эти издания все выставлять в нашей электронной библиотеке можете зайти на страничку нашего музея 3w as carpet museum dot as и в раздел образование там вы найдете в меню библиотеку и в библиотеке издания музея ковра мы будем каждый вторник выставляется в этом разделе наши книги их можно прочитать и онлайн их можно также загрузить что очень важно дальше по вторникам у нас очень интересная рубрика мы рассказываем о персоналиях и о персоналиях о людях которые игра играют большую очень важную роль в жизни нашего музея и в исследовательской работе в исследованиях посвященных азербайджанскому ковру и в целом декоративно прикладом искусства азербайджана потому что как вы знаете коллекция у нас не ограничивается только коврами у нас прекрасные семь коллекций включая ювелирные ювелирную сокровищницу которую мы тоже очень популяризируемый вот совсем недавно была издана книга которая охватывает все самые лучшие экспонаты этой коллекции и даже мы сделали впервые вот тоже казалось бы хотелось бы об этом сказать мы сделали онлайн открытие впервые в азербайджане онлайн открытия выставки выставки готовились мы долго и с нетерпением ждали открытия но вот пришлось впервые в практике музейной практике нашей страны провести это открытие в онлайн в режиме реального времени и подошли бы к этому делу тоже очень профессионально мы пригласили профессиональную команду три камеры звук причем решение было принято в самый последний момент поэтому мы всю ночь готовились до двух часов ночи находились в музее пока все это оборудование там выставлялась пока шла репетиция вот конечно это все было очень волнительно впервые очень волновалась я но в общем мы это сделали и и я думаю что это было замечательно потому что ну в обычное время на выставку приходят на открытие ну может быть там 200 300 человек в зависимости ну и потом конечно наши постоянные посетители посещают выставки а тут время в режиме реального времени нас посмотрело уже более четырех тысяч человек причем со всего мира много ли посещений на сайтах и если посещение из других стран получается ли отслеживать эти посещения наша аудитория очень большая и действительно она международная вообще если говорить о посещаемости музея то мы побили в прошлом году все рекорды у нас было более ста двадцати трех тысяч человек посетителей этот год начался очень продуктивно у нас за неполные два месяца было почти десять тысяч человек сейчас на пространстве в пространстве интернета у нас тоже с каждым днем количество подписчиков увеличивается если взять статистику с 5 марта по 7 апреля вот я вам сейчас просто зачитаю у нас 39 тысяч триста пятьдесят шесть подписчиков и 210 постов 16 940 лайков соответственно это относится ко всем нашим страницам о которых я рассказала выше и основная страница facebook музея наша детская страница детского музея наш шоп и так далее и что хочу сказать что сейчас в этот момент когда все мы переживаем не самые простые времена вынуждены самоизолироваться и со всех сторон нас атакует пор очень депрессивная информация роль музеев очень велика мы для вас работаем для того чтобы создавать интересный разнообразный контент для того чтобы вас привлекать к традициям истории культуре азербайджана рассказывать о самых красивых наших экспонатов мы стараемся делать это красочно показывать лучшие фотографии видео и проводить онлайн встречи с нашими экспертами мы начинаем делать виртуальные лекции если будет интерес действительно к этому виду нашей деятельности мы будем предоставлять на трех языках и мы стараемся чтобы ваш досуг был разнообразным интересным и познавательным поэтому следите за нашими страницами соц сетях присылайте нам свои предложения принимать участие в наших конкурсах я вас всех приглашаю прямо сейчас заняться подготовкой контента для нас и рассказать нам свою ковровую историю спасибо всем большое и желаю всем крепкого здоровья спасибо большое ширин хану до скорых встреч также я хочу отметить что с интересными статьями видео музей ковра можно ознакомиться на сайтах которые вы видите на экране в связи с карантином в стране национальная библиотека предоставляет читателям онлайн услуги так например с 11 по 31 марта 659 читателей получили доступ к книгам и документам онлайн за это время пользователями библиотеку было прочитано более 1800 книг чтобы запросить какую-то книгу в онлайн режиме необходимо зайти и зарегистрироваться на сайте анл.ас кстати зайдя на сайт я нашла очень интересную опцию она называется библиотека музыки так вот войдя по линку вы можете выбрать раздел композиторская или народная музыка азербайджана затем вы можете выбрать произведение и прослушать его думаю что для туристов которые собираются приехать в азербайджан это было бы очень интересно ведь можно заранее подобрать для себя музыку которая вам нравится и приехал в баку либо заказать диск уже с конкретными музыкальными произведениями либо приобрести диск именно с этой музыки кстати сказать я подумала что музыкальный туризм в азербайджане это еще не открытая но уже достаточно интересная опция то есть я лично подумаю о том чтобы для любителей музыки сделать такой незабываемый новый маршрут почему это именно интересно для азербайджана потому что в азербайджане на самом деле очень разноплановая музыка очень богатая и здесь большой промежуток между скажем национальной музыкой философской музыкой мугам народной музыкой симфом мугам джаз мугам то есть это все присутствует на территории азербайджана и я думаю что такой маршрут был очень многим туристам интересен еще одна приятная новость на днях в свет вышла очередная книга архитектора речи налива для детей волшебные памятники азербайджана на этот раз она вышла на английском языке книга в принципе есть на трех языках и об этом мы поговорим с нашим архитектором мельтин 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 как родилась идея создания такой книги спасибо спасибо за приглашение выступить рассказать о нашей книге дело в том что история рождения книги очень интересная дело в том что я сам архитектор я интересуюсь архитектурным памятником нашей страны очень много путешествую в том числе по свету естественно по азербайджану я объездил фактически все уголки нашей роскошной страны где очень много памятников архитектуры и у меня была мечта издать издание про архитектурные памятники нашей страны для взрослых дело в том что у нас всего одна книга изданная в 70-х годах это по-моему фарид мамедов фотограф и джакар гиаси архитектор они издали роскошную книгу но она достаточно маленькая кроме того ее тираж был достаточно маленький и сейчас фактически не найти в наших магазинах и фактически за большую историю существования нашей страны это первое издание было посвящено архитектурным памятником азербайджана поэтому я ставил сам для себя задачу переиздать эту книгу но когда мой младший сын на и пошел в первый класс азербайджанского сектора обучения в школу то я увидев его букварь просто поразился потому что там фактически не было информации про архитектурные памятники нашей страны буквально один рисунок девичьей башни это было очень давно сейчас мошалов мой сын уже взрослый второкурсник это было фактически сколько двенадцать тринадцать лет назад и я что надо срочно исправлять ситуацию издавать книгу для детей а кто работал над книгой как пошла эта работа я срочно собрался весь материал а я над ним работал очень много лет не одно десятилетие можно сказать и направил материалы в турции но мне сказали что эльчин дорогой если ты хочешь дать книгу для детей то она должна быть обязательно рисованная принципе я согласился с этим провел можно сказать тендер сиди художников но тендер не с финансовой точки зрения мне нужен был на самом деле профессионал который очень умело рисует архитектурные памятники и я выбрал это нусред гаджи в известнейший художник спасибо ему что нусред меалим уже вы не поверите 10 лет рисует по моему заказу архитектурные памятники азербайджан у меня роскошная коллекция его рисунков около 250 штук и первая книга на азербайджанском языке посвященная для детей азербайджану сихи для обидаляри она вышла по моему лет семь назад то есть сейчас я скажу 2013 по моему году потом вышла точно такая же книга на азербайджан на русском языке уже более дополненные волшебные памятники азербайджана тут еще больше памятников архитектуры и недавно буквально вышла книга на английском языке тут шестьдесят четыре памятника архитектуры представляете какой колоссальный труд причем труд и художника который столько лет уже одиннадцатый год рисует и мой труд я изучаю все эти памятники архитектуры собираю про них материалы кстати я вас не познакомил это моя дочка себя алиева вот здорово у нас как раз первый участник представители детей это очень хорошо я думаю в дальнейшем мы сделаем специальный отдельный какой-то блок для возможности туризма с детьми вот так родился вот этот уникальный труд я благодарю всех своих друзей вы знаете которые помогли мне с информацией с деньгами понимаете это не только мой труд это труд всех тех людей которые любят свою страну к сожалению я не могу без разрешения произносить имена я не знаю может быть они обидятся и кроме того их так много что я просто не смогу всех перечислить и так книга вышла в свет на трех языках я знаю что азербайджанский вариант давно закончился и вы раздавали его бесплатно так да книга вышла на трех языках как я уже сказал первым делом это было азербайджанский язык потом я издал на русском языке а вот недавно через семь лет после выхода азербайджанской версии кстати азербайджанский язык уже закончился я горд тем что тысячи экземпляров напечатано в турции азербайджанской книги просто поверьте мы с детьми когда разъезжали по азербайджану мы клали багажник по 5-6 экземпляров и вот видя на какой-то проселочной дороге в деревне допустим сопливых ребят которые басы стояли на дороге мы просто останавливались рассказывали про историю нашей страны и при истории памятников архитектуры вручали роскошно изданную книгу и это был для них праздник поверьте вот я умру от коронавируса спокойно потому что то что вот я сделал вот эти книги это не коммерческий проект то что они розданы детям вот это самое главное мое достижение в жизни это просто счастье а как можно приобрести книгу на английском и русском языках где сегодня вот в условиях карантина как можно приобрести эту книгу вы знаете как я уже сказал фактически книга не продается то есть большинство азербайджанский язык из тысячи экземпляров к сожалению это очень мало все тысячи экземпляров раздались русский язык был было тысячи экземпляров около 600 из них розданы осталось несколько сот некоторые магазины я разместил для продажи то есть это магазин в челеби магазин челеби в порт-баку на улице у зейра гаджебекова в частности где продается книга книги еще можно приобрести вот недавно я сделал у себя на сайте эльчиналиев ас там есть опция где можно приобрести книги на русском и на английском языках кстати сказать всем кто интересуется архитектурой сообщил что вы можете зайти на страничку facebook эльчиналиева на его сайт и найти много интересного материала а также подобрать для себя чтобы вы хотели увидеть воочию когда приедете в азербайджан ну я желаю всем оставаться здоровыми сейчас очень нелегкое время у нас стране я хочу отметить те решительные меры которые предпринимает наше правительство я благодарен им за это потому что только таким образом мы можем победить то фактически несчастье которое сегодня свалилось на нашу голову я желаю вам всех успехов я желаю вам всем здоровья спасибо вам большое за предоставленную возможность возможность выступить спасибо большое эльчиналиев желаем вам успехов ждем интересных рассказов в наших очередных выпусках ну а сейчас небольшой экскурс онлайн экскурсия Вячеслава Сапунова Вячеслав вкратце расскажет вам о своей онлайн экскурсии первая такая пилотная экскурсия по Баку сериала Магомаев было очень интересно как сняли Баку семидесятых начало семидесятых в Баку двадцать первого века вот я прослеживаю это по кадрам также было интересно как преподители Баку в роли Парижа в роли Калуги в роли даже немножко Москвы это всегда интересно как наш Баку справляется с ролями других городов помните Бриллиант в руке Стамбулом ну псевдо Стамбулом в Тегеране 43 столицы Ирана и прочее 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 Испания Южная Америка чего тут только в Баку не было было интересно посмотреть вот я поэтому ввожу такую виртуальную экскурсию по Баку семидесятых глазами авторов сериала Магомаев и люди которые пока не могут приехать Баку могут посмотреть вот эту виртуальную экскурсию а заодно и пересмотреть сериал чтобы понять что там получилось что-то получилось не совсем по-настоящему так что занятная история а подробнее ознакомиться с экскурсией можно на сайте пробаку.ru ну а когда дай бог приедете в Баку сможете непосредственно погулять по этим улицам вместе с Вячеславом Спауном прикоснуться к камням и даже снять видеоролик почувствуя себя в роли героев известных фильмов и так на сегодня это все будьте с нами узнавайте о новых онлайн экскурсиях книжках об Азербайджане готовьтесь к приезду в Азербайджан делайте заметки становитесь знатоками нашей страны об Азербайджан